Победа Мой Бог не победит. Да, мой Бог не победит. Знаю, меня победа ждет. Знаю, меня победа ждет. Ведь Господь эту битву ведет. Знаю, меня победа ждет. В имени Иисуса власть и сила. В умном клубе, велика, великий. С небе, любым предстану великана. Я знаю, победа за ним. Я знаю победа за ним. Я знаю, меня победа ждет. Ведь Господь от любви уйдет. Я знаю, меня победа ждет. Ведь Господь от любви уйдет. Я знаю, меня победа ждет. Ведь Господь от любви уйдет. Я знаю, меня победа ждет. Ведь Господь от любви уйдет. Я знаю, меня победа ждет. Все зло, что врушил наш враг на нас, Ты обращаешь добро, обращаешь добро. Все зло. Все зло, что врушил наш враг на нас, Ты обращаешь добро, обращаешь добро. Все зло, что врушил наш враг на нас, Я знаю, меня победа ждет. 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 Мир вам драгоценный. Халлелуя. Так прекрасно, на самом деле, быть в этом Божьем присутствии, да, окунаться в Его славу. И, на самом деле, знаете, как это в той песне, да, мы не знаем, как это будет встреча, и как мы будем реагировать на эту встречу с Господом, да, но то, что мы переживаем сейчас всего лишь ту маленькую толику, да, которая этого поклонения, этой славы Божьей здесь, что будет там. Я думаю, конечно, когда человек, знаете, ну, переживает вот в глубине, да, вот, не то, что в глубине, но как бы очень сильно вот это присутствие Божье, поклонение Ему, славу эту, знаете, ну, ты понимаешь, ради чего стоит жить. Ты вдруг осознаешь, на самом деле, что суета этого мира, да, вот это, будем говорить, вообще, в принципе, этот мир, вот этот дух этого мира, ты понимаешь, на самом деле, что это ничто. Ты понимаешь, что это просто обычное обольщение, обычная ложь, будем говорить, этого клеветника, да, этого просто лжеца, обманщика, который берет детей, берет Божьих людей, который берет множество людей и просто тащит с собой туда, где Ему готовы научиться. Ну, слава Богу, да, слава Иисусу Христу, который написано, дал нам, открыл нам Господа в себе, да, в нас. Отец дал нам это познание Христа. И слава Богу, что мы имеем эту возможность знать эту истину. Слава Богу, что мы имеем эту возможность не просто знать эту истину, да, но мы можем пребывать в ней, ходить в ней, жить в ней. Вопрос здесь, знаете, вопрос всего лишь, будем говорить, ну, нашего выбора. Кого мы выбираем и что мы выбираем в этом мире? Если мы выбираем, будем говорить, сторону этого мира с его похотями, с желаниями, с хотелками, да, с его обольщением, да, там, да, там, перечисляется, это служение, распри, разногласия, ссоры, зависти, убийства, там, блуд, прелюбодеяние. Это же не просто, как бы, да, ни с того ни с чего сваливается на человека. Это же все равно процесс от нашего, если взять от нашего, будем говорить, детство, когда мы растем, мы входим в эти отношения с этим миром, и по мере, будем говорить, нашего, назовем так, соития с этим миром, да, мы более и более погружаемся в него, и мы более и более начинаем приносить его плоды, плоды этого мира. И здесь ты, ну, без Христа, без познания, будем говорить, его истины, мы, ну, мы абсолютно бессильны. Потому что, ну, давайте будем откровенны, кто мы без Христа? Разве мы знали о том, что, оказывается, есть свобода от лжи, что есть свобода от каких-либо зависимостей, что есть свобода, да, от этих, от гнева, от распри, от этих, от злости, от какой-то. Разве мы это знали? Для нас же это было естественно, потому что мир вокруг нас живет так. Единственное, что мы могли знать и понимать, это то, что мы, наверное, где-то можем своей силой воли какими-то вещами взять и подавить в себе что-то, чтобы жить немножко по-другому, быть более добрыми, более хорошими, более правильными, более культурными. Но это не делало нас свободными. Но когда мы пришли ко Христу, мы понимаем, что единственная личность, которая может по-настоящему дать нам эту свободу, это Иисус Христос. И мы видим, да, в тех же Галатах, где он потом чуть по ним там перечисляет, да, и плоды Духа, мир, радость, любовь, воздержание, кротость. Это же тоже не приходит просто на нас, как бы, знаете, как сваливаясь, как ниоткуда. Вот ты ходишь, ходишь, да, в церковь, и тут вдруг раз на тебя как свалилась кротость, как свалилась долготерпение, как свалилась на тебя радость, да, и ты такой ходишь, как бы, и сам не понимаешь, откуда это пришло. Нет, конечно же. Это же тоже процесс отношения с Господом. На то он и называется плод Духа. А всякий плод, он имеет место, да, когда начинает зачинать. Для всякого плода имеется определенное, как что? Семя, которое упадет, потом начинает расти. Как помните, пастор Михаил, да, Косянов, он довольно подробно разложил все это, когда говорил о хлебе. И потом приходит момент, когда плод созревает. И тогда мы видим в нашей жизни и радость, и мир, и любовь, и долготерпение, и воздержание, и кротость. Но есть, знаете, один очень важный момент, чтобы этот плод в нашу жизнь приходил. Знаете, в послании евреям говорится такие слова. И так не оставляйте упование вашему, которому предстоит великое воздаяние. «Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит тому душа моя. Мы же не исколеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению». И 36 стих еще раз. «Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное». Понимаете, здесь же вопрос не только стоит о каких-то, будем так говорить, материальных вещах. Что вот я немножко потерплю, вот я прошу у Бога что-то в мою жизнь. Да, там не кто-то, ну может быть разные моменты там. И я немного потерплю, и через какое-то время Господь это мне, мою жизнь даст. Ну он же видит нужду мою, например. Да, там не знаю, там у кого, она разная у всех. Кто-то там в машине, в квартире нуждается, кто-то там в финансах, кто-то в одежде, может кто-то еще в каких-то вещах, может кто-то в отношениях или еще в чем-то. Но если мы читаем и видим один очень важный момент, который здесь написан. «Терпение нужно вам для чего? Для того, чтобы исполнить волю Божию». И только после того, как мы исполняем волю Божию, можно сказать немножко другими словами, да, «ходим в воле Божией», тогда мы получаем то обещанное, которое Бог нам говорит. И знаете, это очень важный момент в нашей жизни. Потому что, ну мы, вот нам, людям, как бы нам свойственно, как бы знаете, как бы не заплатив за что-то цены, просто взять это и получить. Понимаете, есть вещи, да, мы все знаем хорошо, которые, ну, тоже спасение, которое нам дано как? Оно дано нам даром. Написано, оно нам дано по благодати, не потому что там за добрые дела или за что-то, что мы можем совершить. Нет. Оно дано нам совершенно даром. Но когда мы входим в это спасение, мы понимаем, что есть, будем говорить, путь, которым мы идем с Господом. Путь к Его обетованиям и путь к тем обещаниям, будем так говорить, путь к тому месту, которое Он приготовил для нас. И здесь очень Господь говорит, да, очень дальше Он как раз говорит о том, Павел говорит, да, что ибо еще немного, очень много и грядущий придет и не умедлит, и дальше праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Разве Господь против нас? Нет. Если написано, что Он отдал Своего Сына ради нас, да, Он говорит, разве с Ним не дарует Он всего остального? Разве Господь против нас? Или разве Его любовь к нам прекращается? Писание говорит о том, что ничто не может нас отлучиться от любви Божьей. Вообще ничего. То есть ни глубина, ни высота, ни широта, ни ангелы, ни сила, вообще ничего не может отлучить нас от любви Божьей. Но при этом, когда мы здесь читаем эти слова, написано, если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. И Павел говорит, но мы не исколеблющихся. Поэтому очень важно для нас, как для Его детей, понимать один очень важный, ну не хочется говорить принцип, да, но один очень важный момент. Момент в том, что Господь ожидает от нас глубокого осмысленного, будем говорить, хождения с Ним, глубокого осмысленного посвящения себя Ему, глубокого осмысленного доверия Ему. Потому что все, что не входит в понимание колебли, да, мы же не исколеблющихся. То если, ну будем говорить, все, что не входит в это, оно получается так, что мы как бы, ну, люди как, ну, как колеблющиеся, потому что без Него мы не можем ничего. И давайте мы дальше один момент почитаем Иоанна 12 глава 23 стиха. Иисус же сказал им в ответ, пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Иисус же, да, сказал, да, истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет. Если пшеничное зерно, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. В другом тоже месте написано, да, сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Давайте мы еще один момент почитаем сразу. Тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми кресло и следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей навредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою, ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами своими, и тогда воздаст каждому по делам его. Зерно, плод. Иисус говорит, что никакое зерно, да, если оно не упадет в землю и не умрет для себя, если оно не умрет, оно плода не даст. И знаете, очень важный момент души. Знаете, есть много вот учений, много вот движений, да, будем говорить, где исцеляют душу. Вы, наверное, знаете, да, мы не будем сейчас перечислять их, да, там, что вот исцеляют душу, исцеляют прошлое, исцеляют то, исцеляют это, пятое, двадцатое, да, и все время исцеляют. Я знаю одну церковь, в которой, как бы, они считают себя, что вот мы больничка, куда люди приходят и где люди исцеляются. Они прям так говорят. Мы больничка для того, чтобы исцелять людей. Но когда мы начинаем, знаете, и вроде бы, как бы, один момент такой, да, что вроде бы, как бы, и, ну, как и правильно ведь. Ну, почему? Давайте так рассудим просто. Разве в нашей жизни не было множества ран от обид? От несправедливости. От того, что с нами где-то поступили не так, как должно. От того, что где-то нас обидели, не приняли, отвергнули, или там много-много чего другого. Или даже сейчас, будучи находясь в семье, например, в отношениях, или еще где-то, разве мы не получаем какие-то там раны или еще что-то? Получаем или нет? Получаем. И к чему мы стремимся очень часто иногда, да, к чему стремится человек очень часто? Когда он слышит о том, чтобы его душу исцелили. Конечно же, ему хочется, чтобы его, что сделали? Исцелили, погладили, успокоили. Но знаете, когда мы смотрим на Писание, когда мы смотрим на то, как говорит Иисус, мы вдруг замечаем один очень важный момент, что Иисус не говорит о том, что нашу душу нужно исцелять. Он не говорит о том, что нашей душе нужно исцелиться. Нашей душе нужно, знаете, как бы, чтобы она вошла в какой-то покой, чтобы она вошла в какой-то комфорт, для того, чтобы наша душа была способна в этом комфорте и покое, знаете, что-то сделать великое для Господа. Мы же иногда рассуждаем тоже такими категориями, что вот если бы Господь бы сделал бы вот это, вот это, вот это, вот тогда бы я пошел, тогда бы я проповедовал, тогда бы я служил бы, тогда бы я себя посвятил бы. И у каждого, если бы, у каждого оно свое. У кого-то это, может быть, какие-то отношения, у кого-то это, может быть, финансы, у кого-то, может быть, это здоровье, у кого-то, может быть, там еще что-то. У каждого это свое. И мы где-то отчасти, знаете, подвержены тому, что мы как бы, ну, вот это ожидаем того, что, знаете, вот мы думаем, что если мы к Богу пришли, на самом деле, и все. Теперь наша жизнь должна, ну, как по маслу все пойти. Но Господь говорит, что душа должна умереть. Знаете, вот парадокс. Вот этот мир, он нам говорит, чтобы мы, наоборот, все концентрировали вокруг своей души. Что такое душа, да? Это мы знаем, это воля, эмоции, чувства, да? Это внутреннее, вот это наше состояние, наш разум. И этот мир, он, наоборот, говорит, чтобы мы все концентрировали вокруг своей души. Строили дома, там заводили семью, мы чтобы там, да, чтобы там, я не знаю, достигали каких-то определенных целей поставленных, да? Чтобы там имели какое-то там благополучие финансовое, например, да, там еще, еще. То есть все сконцентрировано на того, чтобы наша душа вошла в какой-то определенный комфорт. И лучше, если комфорт будет где-нибудь на каком-нибудь острове, а чтобы у тебя деньги где-нибудь капали. Потому что если ты посмотришь сейчас на многих-многих-многих коучей, которые, они, в принципе, где-то с островов там. Вот я здесь. И вы можете тоже быть здесь. Для кого-то может быть какой-то меньший, например, да, там порог. Но каждый человек, он все равно стремится к определенным вещам, чтобы ему было комфортно, чтобы ему было хорошо, чтобы он жил в этом состоянии, да, где-то когда ему хорошо. И тогда из этого хорошо он пойдет и будет исполнять волю Божью. А пока мне не хорошо, как я могу пойти исполнять волю Божью, если у меня вот здесь проблема? Как я могу пойти исполнять волю Божью, если у меня вон там проблема? Как я могу идти исполнять волю Божью, когда у меня вообще в принципе вокруг одни проблемы? Разве Бог не видит мои проблемы, и Он не может разве решить их? Но в этом и есть момент нашей веры. В этом и есть момент нашей веры, когда мы видим Его, когда мы видим Его Слово, когда мы видим Его волю, когда мы осознаем и понимаем это, и мы тогда, несмотря на все вот эти, будем говорить, проблемы, ситуации, моменты, которые нас окружают, мы что, мы просто начинаем идти за Ним, в послушании Ему, в надежде и уповании на то, что Он придет, и Он выведет, и разрешит все это. А если даже Он и не разрешит все это, это как, помните, Сидрах, Месах и Абдинага, Он говорит, а если даже Господь нас, как бы мы и сгорим даже если. Мы все равно не поклонимся. Даже если моя жизнь разрушится, потому что, понимаете, когда мы начинаем идти за Богом, я думаю, наверное, многие из вас переживали эту ситуацию, мы где-то надеемся на то, на самом деле, что должно быть все лучше, но чем ты дальше идешь и погружаешь себя, и ты даешь Богу какие-то обещания, заключаешь заветы, ты посвящаешь себя Ему, чем больше ты это делаешь, ты вдруг замечаешь иногда, что тем больше твоя жизнь начинает где-то разрушаться. Ты видишь, у тебя здесь посыпалось, там посыпалось, вот здесь посыпалось, вот здесь посыпалось. И мы, конечно, из-за страха того, что вокруг нас все начинает сыпаться, мы начинаем, будем говорить, наша душа, она начинает что делать? Она начинает хватать эти вещи и не отпускать это. Потому что, ну, как мы без этого? Как мы без этого? Ой, а что люди подумают? Ой, а что вот это? А на что я буду жить? Ой, а как я вот здесь поеду? Ой, а что у меня будет с детьми? И мы, понимаете, вот это переживание, вот это постоянная какая-то паника внутренняя, вот это внутреннее неустройство, что все будет не так, как хотелось бы. Оно не дает нам покоя, и мы тогда, что начинаем делать? Мы тогда начинаем, вот надо решить эту проблему, вот эту, вот эту проблему, вот эту проблему, вот эту проблему. Хорошо, когда проблема решается, но вопрос же не в этом, вопрос же в внутреннем нашем состоянии. В любом случае, конечно, нам нужно решать все эти ситуации, все эти проблемы, все, что у нас, конечно, нам нужно это делать. Мы не можем просто безответственно отнестись, как бы вот так вот, знаете, типа, да, у меня нет проблем. У нас же не акуна матата. Но вопрос-то в чем? Вопрос же твоего внутреннего, моего внутреннего состояния, моего внутреннего отношения. А готов ли я внутри себя, да, готово ли это зерно, готово ли оно умереть, чтобы тебя просто, в принципе, где-то отчасти как размазало в каких-то вещах? А готов ты ли на самом деле настолько отпустить? Или мы не готовы? Потому что Иисус говорит, да, что толку человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей навредит? Другими словами, что толку, что мы обзаведемся всем самым хорошим, там, я не знаю, там, то-то, 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 там, вот. А что, говорит, толку-то от этого? В глазах этого мира это ценно, в глазах этого мира это нужно. И, конечно, здесь, наверное, у кого-то может внутри подняться вопрос, что теперь нам вообще ничего не надо, мы должны быть как бомжи, мы должны, знаете, вообще-то от всего отречься. Знаете, может быть, кому-то так и надо. Когда юноша, помните, в тот момент пришел к Христу и говорит, что мне делать? Он говорит, иди раздай. Для него, для этого юноши, да, это был, будем говорить, как раз тот момент зерна, когда он в этот момент мог бы сказать, да, пошел, раздал, и он умер. Для того, чтобы плод, который бы созрел бы в нем, он бы прославил бы Небесного Отца. Но он этого не сделал. Мы не знаем, как было дальше с ним. Понимаете, вот точно так же и в нашей жизни, когда мы приходим в такую критическую ситуацию, понимаете, в такой критический момент, когда настолько тебя давит с разных сторон. И в этот момент вся твоя душа, она кричит к тому, что, Господь, сделай хоть что-нибудь, но только бы этого прошло бы. Я не знаю, как, Господь, но чтобы просто вот вышел бы с этих проблем, чтобы они закончились с эти проблемы. И мы вопим к Богу, и нам не важно, что с нами произойдет, главное, чтобы это все закончилось. Но понимаете, что вот в этот критический момент, самый пик, будем так говорить, как раз и решается, будем говорить, наш поворот жизни. Потому что из ситуации мы все равно рано или поздно выйдем. У кого были ситуации, с которых бы ты не выходил? Если ты сидишь здесь, значит, ты выходил с любой ситуацией, так ведь или нет? Даже если эта ситуация была на грани жизни, смерти, на грани там больших банкротств, долгов, я не знаю, там или еще чего-то, но все равно проходил год, два, три, и ты с этой ситуацией что делал? Выходил. Но есть огромная разница, как мы с этой ситуацией выйдем. Потому что как раз вот этот пик, вот этот момент, и решается вопрос нашей души. Или я принимаю выборы, я говорю, Господь, допускай оно все тогда вот так, но я доверяю тебе, я прошу тебя, ты тогда меня выведи. И Бог начинает тогда что-то внутри тебя, вот это формируется, понимаете, вот это твердое основание, вот это непоколебимое основание, которое потом, как бы ты его не колебал, оно никуда не денется. Ты тверд в своем уповании, в своей вере, в своей надежде, в Господе, и тебя уже потом ничего не поколеблет. Или другой момент, который внутри тебя, ой, главное бы выйти, главное, Господь, пожалуйста, яви свою милость, Господь, помоги, Господь, помоги, пожалуйста, помоги. Бог пришел и ты помогает. Но ты внутри не изменился никак Человек внутри никак не поменялся И это говорит о том, что он остался в этом колеблющемся состоянии И потом, когда придет снова та же самая проблема Или может быть чуть-чуть другая, но суть она останется Человек снова попадет в эту депрессию Снова попадет в эти сомнения Снова, ой, Господи, да если бы ты бы Ой, Господи, да если бы ты бы Почему? Потому что душа должна умереть Мы должны потерять нашу душу Нету ситуаций, из которых мы бы не могли выйти Даже если ситуации тянутся годами Поверьте, он все равно выведет И таких примеров в Писании очень много Таких примеров в Писании очень много Если мы возьмем героев веры Тот же Давид, тот же Иосиф, тот же Моисей Тот же Иисус Навин Множество таких Чем больше мы лелеем свою душу Чем больше мы заботимся о нашей душе Чем больше мы заботимся о себе, как о человеке Тем больше мы теряем себя в нем И поэтому каждый из нас В принципе, я определяю свой вектор жизни Что для меня важно Для меня важно, чтобы мне просто в этой жизни было хорошо И потом прийти туда, к нему Или для меня важно, чтобы в моей жизни прославился Отец И исполнить его волю Каждый для себя это решает И каждый для себя это определяет И определение происходит именно в тот момент Когда ты под таким давлением Под таким прессингом Когда ты стоишь на грани выбора Или так, или так Я могу сказать, что когда ты выбираешь иногда Христа На самом деле вокруг тебя все рушится Сыпется И на самом деле тебе очень и очень плохо Но Писание говорит, что есть семя, зерно Если не умрет Оно не принесет вода Знаете, давайте мы прочтем дальше один момент Это Яна, продолжать будем мы Душа моя, говорит Иисус Теперь возмутилась И что мне сказать Отче, избавь меня от часа сего Но на сей час я и пришел Давайте мы еще раз почитаем это Душа моя теперь возмутилась И что мне сказать Это слова Христа перед тем, как пойти на смерть Он говорит Отче, моя душа внутри меня Она очень сильно возмутилась То есть в этот момент мы все понимаем Что он переживал очень сильное давление Очень сильный напряг Очень сильное, будем говорить Состояние, когда его просто в прямом Не то, что размазывал Его давило так, что ему было очень тяжело Он говорит, душа моя возмутилась Он говорит, и что мне теперь делать? И дальше же он отвечает сам себе на вопрос И что мне сказать Отче, избавь меня от часа сего Он говорит, ну на сей час я и пришел Понимаете, Иисус прекрасно понимал И осознавал, для чего он пришел Но его душа точно так же, как и наша душа Она возмущалась В каком-то месте он говорит Отойдет от сатана, потому что ты мне соблазн В другом месте он говорит ученикам О, род неверный, сколько же мне терпеть вас То есть его душа точно так же подвергалась Тем же самым ситуациям Тому же самому давлению, которое и мы испытываем Он пережил, написано, абсолютно все Кроме греха Те же самые проблемы Те же самые давления Те же самые ситуации Он пережил абсолютно все Были моменты, когда у него не было денег И он сидел там, наверное, без финансов Когда куча народа вокруг него Что же делать сейчас Были моменты, когда его где-то поджимали Фарисеи, там и Саддукеи С возможными своими вопросами Пытались его поймать Были моменты, когда хотели схватить И убить его Были моменты, когда, наоборот, хотели Взять его, поставить на царство Были моменты, когда ученики Ему, простите за выражение Кровь сворачивали И он, наверное, уже просто сказал Все, я пошел на гору к отцу Потому что он понимал Еще немножко, и я уже не смогу Он проходил те же самые вещи И вот этот момент, этой борьбы Он говорит Душа моя возмутилась И что мне сказать? Но он говорит Но на этот час я и пришел Понимаете, вот вопрос Вот который нам, наверное, где-то отчасти Нужно задать себе Господь, а ты меня спас Для какого часа? А ты меня к себе взял Пригласил Для какого часа? Понятно, понимаете Он нас не спас Для того, чтобы мы Такие, знаете, уже освященные Очищенные Праведные Такие, знаете Как пошли Своими делами Типа Иисус Смотри, ты меня спас А я для тебя Смотри, сколько здесь Делов понаделал Конечно же, не ради этого Он спас Он не нуждается Будем говорить Служению рук человеческих Но все равно Наше спасение Наше Будем отношении с Ним Оно подразумевает Определенную Ответную реакцию От нас Потому что, как Яков говорит Вера без дел Она мертва То есть тогда Если я верю Ему То, конечно, я начинаю Следовать за тем В кого я верю И кому я верю А если я иду за Ним Начинаю идти за Ним Он же идет И его цель какая Прийти однажды За своей невестой Которой является церковь И в этот момент Когда Он когда-то Придет за этой невестой Весь этот путь Он будет созидать Свою невесту Весь этот путь Он будет что делать? Он будет проповедовать Евангелие Благую весть До края земли Писание говорит И если я иду за Ним Разве я не могу В этом не участвовать Это невозможно Драгоценное Это просто Ну, логически даже Невозможно Тогда это говорит о том Что я тогда не верю Ему И я за Ним не иду Вот и все Потому что Если я иду за Ним И верю Ему Тогда я делаю то Что Он делает сейчас А Он сейчас созидает Свою невесту Для того, чтобы однажды прийти И принять невесту во славе Понимаете? Почему здесь говорится О колеблющихся? Понимаете? Вы представляете Иисус? Вот можете сейчас представить Иисуса? Вот мы представляем Это вот, ну Личность такая Которая вот во славе Да? Простите А за какой невестой Он должен прийти? За ребенком каким-то Невеста должна быть ему подстать А если невеста ему должна быть подстать Простите Мы тогда Какие должны быть? Разве не мы являемся этой невестой? В другом месте Писание говорит о том Что мы Входим во что? В полный возраст Христов А что подразумевает Полный возраст Христов? Это что? Просто как бы будем говорить Вольно шатающиеся на пути Господнем И однажды на них Такой Как я уже говорил Как упадет Сверху С небес Нет Мы наоборот видим о том Что Иисус говорит Притчу о девах Где он говорит о том Что Слушайте, ребят Ну будьте, пожалуйста Очень аккуратны Своими словами говорю, да? Всегда бодрости Всегда имейте масло Он говорит о том Что Исполнив волю Божию Крест взять Потерять свою душу Это же не просто Говорю, как бы Вольно шатающиеся Понимаете, вот Даже придя Ну я как бы в армии служил Да, пришлось в свое время Да То есть Ну я в армии уже Ну как бы не делал То, что я хочу делать То есть там Вольно шатающихся Как бы Ну не приветствовали Поверьте Ты не мог даже Просто по плацу пройти Так, как ты хочешь Пройти по этому плацу А если мы говорим О Христе О послушании О Царстве Божьем Поэтому он и говорит О тех словах Что нам нужно Потерять свою душу Нам нужно Потерять Свою душу Если мы не потеряем Свою душу Понимаете Мы не приобретем Его Понимаете Парадокс Какой очень такой парадокс Он написан Потерявший душу Свою Написано Он ее Что делает Наоборот Приобретает Мы не хотим Ее потерять Потому что Она для нас Драгоценно Ценно Как мы без нее А Иисус говорит Наоборот Потеряй И тогда Ты ее приобретешь То есть Мы в этом мире Где-то Лелеем ее Там Вокруг нее Там Пляшем Там Заботимся Об этой душе Но вдруг Когда мы придем Потом Пристанем Перед Богом Как написано Каждому Воздам По делам Его Ты вдруг Понимаешь Что То ради чего Ты жил Да Человек Ради чего Жил Ради этих Ценностей В один момент Он поймет Что как бы Это кажется Пусто Не имеет Никакой ценности В глазах Господа А другой Человек Наоборот Может быть Знаете Как бы Наоборот Будем говорить Смирялся Перед Богом Искал Его лица Может быть Он был Где-то Где-то Незаметен Невиден Или еще Какие-то Моменты Но он Взыскивал Леса Бога Он ходил С Господом Он на самом деле Отдавал себя А этот человек Представлен перед Богом И у него оказывается Куча плода Куча плода Думаешь Ну Как так Я же здесь Господь Ради тебя Понимаете Самый момент Мы даже В служении Иногда Делаем то Что Будем говорить Нам интересно И нам Слово выгодно Может быть Здесь не очень будет Как бы Но будем говорить Нам Приятно это Мы даже Иногда Умираем Для каких-то Вещей Потому что Ну как бы Мы Знаете Как спортсмен Или как еще Кто-то Они же тоже Умирают Для результата Но там Есть Будем говорить Один момент Момент Славы Человек Понимает Что если он Умрет Сейчас Для результата Возможно Он Получит Эту славу Кто-то Может быть Там Компенсацию Какую-то Финансовую Кто-то Еще Как-то И Понимаете Мы Иногда И в служении Себя Так ведем Мы Начинаем Примерно Я буду Готить Своей Жизни Как у Меня Было Был Момент Когда я Понимаете Служил Много И я Думал Что Вот Если Я Много Буду Служить Много Ездить Много Там Вот Это Что Я Там С утра До Вечера И день И то И знаете И я В своих Глазах Как бы Видел себя Человеком Таким Ну Я же Ради Христа Я же Ради Бога Это Все Я же Ради Вот Как А потом В один из Момент Вдруг Пришел Такое Тихое Такое Размышление Внутри А Ты на самом деле Ради чего Ты это делаешь Если В том Что я Делаю Нету Славы Божией Если в том Что я Делаю Нету Плода Отношения Со Христом Отношения С Духом Святым Весь Мой Труд Он Четен Знаете Есть даже Вот место Павел Говорит об этом Да Что Незаконно Незаконно Подвязавшийся Не увенчивается Слышали такое В Писании Написано Об этом Незаконно Подвязавшийся Не увенчивается Мы Понимаете Мы можем Взять Любое Служение Которое Нам кажется Для нас Как бы Хорошим Правильным Как бы Нужным Или еще Что-то Но вопрос Господь То Что ты Хочешь От меня Или Не то Понимаете Когда мы Приходим Только Будем Говорить Давайте В церковь Мы сейчас Не будем Всех Под одну Гребенку Когда мы Только Пришли В тело Христа В церковь Мы можем Ходить Из одного Служения В другое В пятое В двадцатое Их можем В короткое Время Поменять Вот столько Пока мы Растем Пока мы Как младенцы Но Как только Мы Начинаем Осознавать И понимать Уже Своё Будем Говорить Место В господи Когда мы Начинаем Понимать И осознавать Уже О том Что Как бы Ну Я уже Ну Не просто Там Маленький Ребенок Вокруг Которого Должен Весь Мир Крутиться И пастор И служитель И вообще Все должны Вокруг Меня Крутиться Потому что Кто Потому что Я Дитя Божье А ты Служитель Ты должен Вокруг Меня Крутиться Ты должен Мне служить Вот когда Человек Уже Переходит В понимание Того Что Оказывается Вокруг Мир Него Не Крутиться А ему Нужно Уже Крутиться Вокруг Кого То Вот Здесь Нужно Задать Богу Вопрос Господь А Какое Мое Место Как Иисус Сказал На Сей Час Я И пришел Господь Где Мой Час Где Мое Место Где Будем Говорить Тот Маленький Пазлик В Нужно Встать Чтобы Дополнить Всю Эту Картину Которая Пишется Веками Уже Тысячелетиями И Которая Потом Придет Туда К Тронному Залу Где Мой Маленький Пазлик Чтобы Я Встал На Это Место И Заполнил Это Место Потому Что Нам Иногда Проще Быть Там Где Нам Хочется Даже Если Это Трудно Но Нам Иногда Не Хочется Быть Там Где На Самом Деле Хочет От Нас Господь Ну Потому Что Например Мы Не Любим Проповедовать Я Знаю Многих Будем Говорить Из Нашей Церкви Многих Братьев Знаю Которым Бог Конкретно Говорил Идти Служить В Хосписе Когда Мы Еще Помню Служили На Предзаводском В Доме Там Социальном Доме Бог Многим Говорил Идти Проповедовать Туда Я Думаю Что Бог Многим Говорил Идти Проповедовать На Улицу Я Думаю Бог Вообще Многим Говорил Кому То Просто Идти И Проповедовать Ну Я В детском Служении Служу Это Пускай Делают Евангелисты Знаете Я Сейчас Ни Сколько Никакое Служение Не Умоляю Чтоб Вы Понимали Вот Вообще Нисколько Кому Дано В детском Детском Прославление Прославление Где-то Там Еще Еще Вообще Не Вопрос Абсолютно Я Говорю Сейчас О Внутреннем Состояние Нашего Сердца Господь Где Ты Меня Видишь Господь Где Ты Меня Видишь И Конечно Не Хочется Точно Пугать Или Вводить В Какое Осуждение Но Вопрос Все Равно Если Я Иду За Ним Разве Это Не Подразумевает С Моей Стороны Послушание Ему Разве Это Не Подразумевает С моей Стороны Как Иисус Он Понимал Для чего Он Пришел Он Пришел Явить Славу Божию Он Пришел Явить Любовь Отца Он Пришел Открыть Отца Этому Миру Он Пришел Примирить Людей С Этим С Отцом Да Он Пришел Взять Грех Этого Мира На Себя И Много 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 Всего Он Понимал И Он Знал Что Его Час Рано Или Поздно Придет Но Неужели Так Не должно Быть У нас У Его Детей Написано Он Первородный Среди Братьев Мы Однажды Будем Такие Как Он Один В Один Вы Понимаете Или Нет Однажды Мы Будем Такими Как Он Один В Один У У нас Будут Такие Тела У У У У Будет Такое Же Будем Говорить Все Внутреннее Наше Состояние Мы Будем Точно Такими Как Он Он Первый А Мы Будем Такие Так если мы будем такими Разве сейчас здесь Живя на этой земле И следуя за ним Нам не нужно быть такими как он Разве нам не нужно Делать то что он делал Разве нам не нужно быть Послушание и идти Исполнять его волю Разве нам не нужно это делать И здесь понимаете Здесь же не вопрос не стоит о том Давайте мы сейчас напишем лозунги Мы за Христа Кто со мной? Я с тобой Кто со мной? Я с тобой Эти лозунги действуют буквально на короткое время Все эти мотивации Какие бы они ни были Они рано или поздно в жизни человека Перестают действовать Но есть наивысшая мотивация Когда человек познает Христа Когда человек понимает Ради чего он живет Когда человек понимает Что насколько ценно в глазах Бога Когда мы идем и следуем за Ним Не потому что мы должны Обязаны Нас заставляют Нет Господь я люблю тебя Я хочу это делать Я верю тебе И я хочу Идти за тобой Это желание отца Это желание Христа Потому любит меня Отец Иоанна 10 глава Иисус говорит Что я отдаю жизнь мою Чтобы опять принять ее Никто не отнимет ее Вашу душу У вас никто не отнимет Вашу жизнь Кроме нас самих Мы распоряжаемся Нашей душой Иисус сказал Имею власть Отдать ее Понимаете Мы точно так же Имеем власть Над нашей душой Отдать ее Вопрос только в другом В распоряжении Кого Мы отдаем Свою душу В распоряжении Этого мира Который Начинает диктовать Нам свои какие-то Условия Стандарты Принципы Ценности Или я отдаю Свою душу В распоряжении Господа Это в нашей власти Кому мы Отдаем Свою душу Еще раз повторю Мы можем Много переживать Внутри себя Борьбу Трудности Давление Не знаю Как будто нас там давят Размазывают Там я не знаю Как будто нас уже убивают Несправедливость И все остальное Мы много можем переживать Но это просто Чувства И эмоции И не более того Какими бы сильными Они не были Вера подразумевает Твердое Упование И знание Того Господь Я верю Тебе Я верю Тебе Несмотря на то Что мне сейчас Настолько тяжело Что мне умереть Хочется Бросить все Умереть Уйти Не знаю Или еще что-то Но я верю Тебе И я выбираю Тебя Пусть сейчас В данный момент Моя душа Умрет Как-то раз Я очень помню Когда только-только Первые мои Будем говорить Не знаю Там Год Может быть Или два В Господе Я помню эти первые моменты Когда начались приходить Серьезные Какие-то давления Определенные И когда у меня Как у многих Верующих людей Вот такие шары Типа Господь Как так Откуда Я же твой сын Почему эти проблемы Почему эти ситуации Но потом В один из моментов Когда я понял Что я их не избегу И они будут Всю мою жизнь Я внутри себя Знаете Не то что Господь сказал Господь Но если я вхожу Во все это То прошу тебя Когда я все это Прохожу Дай мне выйти С этого так Чтобы я что-то понял И что-то в моей жизни Изменилось Внутри меня Не всегда Я проходил ситуации Когда я что-то Я понимал Потому что Раз за разом Потом все равно В этой ситуации Проблемы И потом и тыкался Но я верю Я знаете Стою на том Что Господь Если уж я вошел В это Вот в это В чем я сейчас Нахожусь То тогда пожалуйста Ну как бы Выведи меня так Чтобы это на самом деле Принесло плод Чтобы так Чтобы на самом деле Это прославило тебя Смысл Войдя в какую-то Сложность Трудность Проблему Просто Господь Помоги мне Выйти с нее Ну выйдешь ты с нее Ну переживешь ты ее Дальше что Будет ли плод Будет ли плод И здесь выбор Каждому из нас Здесь Каждый из нас Выбирает Никто не может Знаете Взять и заставить Ты должен Ты обязан Ты вот Это Ты прими решение Ты Нет В такие моменты В такие ситуации Кроме тебя И Бога Никого Рядом Нет Не потому Что людей нет рядом Помочь людей Рядышком Много И искренних Но просто Я говорю о том Что в этот момент Решение Принимаешь только Ты Вот о чем я говорю Это только Твое решение Это только Наш выбор И вот за этот Выбор Мы однажды Перед Богом И встанем Что мы выбрали Сейчас Он говорит Я имею власть Ее отдать Эта власть Дана нам Марка Восьмая глава И подозвав народ С учениками Своими Сказал им Кто хочет Идти за мной Отвергни себя И возьми крест свой И следуй за мною Ибо кто хочет Свою душу сберечь Кто потеряет Ее А кто потеряет Душу свою Ради меня И Евангелия Тот Сбережет Ее Кто потеряет Душу свою Ради меня И Евангелия Тот Сбережет Ее Ибо 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 Какая польза Человеку Если он Приобретет Весь мир А душе Своя Повредит Или Какой выкуп Даст Человек За душу Свою Ибо Кто Постадится Меня И моих Слов Вроде Сем Прелюбодейном И грешном Того Постадится И сын Человеческий Когда придет В славе Отца Своего Знаете Когда читаешь Эти слова Я не знаю Кто Как переживает Но ты понимаешь Что Иисус Не играет В христианство Ты понимаешь Что Иисус Он не играет Понимаете Вот эти Игры Обидок Несправедливости Вот это Знаете Какого-то Непрощения Каких-то Вот этих Он не играет В эти вещи Понимаете Если мы здесь Живя на земле Будем говорить Не получаем Еще По нашим Делам Это не говорит О том Что Иисусу Как бы Ну Он Одобряет Все Что мы делаем Знаете Как По такому Принципу Мы иногда Тоже К Господу Относимся Если он Молчит Значит Можно Но Далеко Все не так Знаете Я верю Что Бог Хочет Чтобы мы Становились Людьми Зрелыми Чтобы мы Входили В это Будем говорить Зрелость Христа В эту Полноту Его невесты Что когда Он придет За своей невестой Он заберет Людей Зрелых В нем Он Заберет Людей Ходящих В его Огне Он Заберет Людей Исполняющих Его Волю Он Заберет Людей Которые Верою Ожидают И Верою Живут Он Заберет Таких Людей Не Людей Просто Ходящих В церковь И я Сейчас Перед Богом Говорю Никому Никакого Осуждения Или еще Что-то Я просто Говорю О том Что у Нас Выбор У каждого Из нас Есть Выбор Что мы Выбираем Кого Мы Выбираем Мы можем Долго Еще Играть В христианство Можем Еще Долго Играть В какие-то Обидки В эти Чувства Несправедливости А он Такой А они Поступили Со мной Вот так А они Вот так А это В той Церкви Вот так И вообще Как меня Так Можно Да Со Мною Мы можем Многие Года Еще Дальше Продолжать Играть В эти Игры И ходить В церковь А можем В один Момент Все это Прекратить Просто Своим Решением Сказать Отец Я больше Не хочу С тобой Играть Я хочу Отдать Свою Жизнь Для Тебя И для Твоего Евангелия Я хочу Отдать Свою Жизнь Иисус Ради Того Часа Когда Ты Придешь За Мною За Своей Церковью Я хочу За это Отдать Свою Жизнь Давайте Мы Сейчас Встанем Кемеровская Христианская Церковь Христа Воскресшего Осуществляет Миссионерское Служение В разных Городах И странах Таких Как Индия Кения Конка Камбоджа Таджикистан Монголия Тыва Южная Корея Вы Можете Поддержать Миссионерское Служение В этих Странах И Стать Участником Мировой Жатвы Осуществить Пожертвования Очень легко На сайте Церкви Вы можете Пожертвовать При помощи Банковской Карты Или через Банковский Счет Реквизиты Счета Указаны На сайте В разделе Пожертвования Мы Благодарим Вас За Вашу Поддержку И участие В миссионерской Работе Пусть Бог Благословит Вас